Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и Надежда Ивановна. Моя свекровь, кто не знает? Все знают уже. Все знают. Да, сегодня у нас будет сложное окрашивание, сегодня ответственное окрашивание. Не то, что я с подружками там, знаете, вот это вот. Я прям даже переживаю, если честно. Но у меня в голове есть план. Я проконсультировалась с парикмахером. В общем, мы постараемся сделать. Нам нужно сделать, затемнить корни. Мы будем делать смывочку. Нам нужно чуть-чуть посветлее сделать волосы. Короче говоря, вот такие дела. Сейчас я вам расскажу все, что у нас будет сегодня. В общем, сейчас у нас вот такой цвет. Довольно-таки светлый, но хочется еще посветлее. Меньше темного, больше светлого. И для начала я хочу сделать смывочку. Смывочку я буду делать СТЛ. Сейчас на 20 минут нанесу состав. Потом, может быть, еще раз нанесу. И, в общем, сначала я хочу смыть... Не, не должны. Это кислотная смывка. Она хорошая. И, короче говоря, мы сейчас просто смоем пигмент, который есть лишний, темный, да, чтобы посмотреть, что там ну, как бы есть, осталось. Что там из волос осталось? В общем, что там есть вообще за цвет у нас? И будем с ним потом уже работать, осветлять. Так, все. Я намешала один к одному. Первый и второй состав на смывочке. Вот так вот. И сейчас мы быстренько намажем наши волосы. И под шапочку на 20 минут. Фу, запах такой. Чувствуете? Ага, серый водород какой-то. Подержите. Я уже вот накрасила и вижу, как уже светлеют волосы ваши. Представляете? Ну да, вот этот пигмент темный сходит, и они уже светлее, поэтому... Слышь, может быть, даже не 20 минут надо будет держать? Нет, нет, надо 20, и мы еще второй раз сделаем. Лучше мы смоем больше, и тогда мы не будем сильно осветлять. Я планирую сделать осветление, вообще там составчик такой, как чисточка 1 к 4 порошочек на 3%. То есть это будет не осветление, а реально такая чистка, бережная очень. То есть мы вообще не травмируем волосы. Главное, чтобы была бережная. Шоколский полос. Да, да, то есть максимально бережная. Я так, кстати, ни разу не делала порошок 1 к 4. Нет, мне не было. Но мне решила проэкспериментировать это. Ну вот смотрите, когда мы делаем 1 к 1 порошок, допустим, 3% или 6%, да? А если мы разводим 1 к 2, то есть берем 30 грамм порошка, и там, допустим, 60 оксида или 90 оксида, то есть чем больше мы берем оксида, тем нижний порошок воздействует. А порошок, ну, это вот как бы вот осветление, проникновение, разрыхление. А ты будешь 1 к 4 делать? Я буду 1 к 4 делать, это вообще... 120. Да. И то есть оно должно поднять чуть-чуть уровень, да? То есть не должно сильно осветить. Так, и теперь нам нужно все это дело сделать под шапочку на 20 минут. Шапочку, шапочку-пакет. Вот так вот. Все, засекаем 20 минут. Да. Так, у нас прошло 20 минут. Смотрите, у нас Дэня сразу, мы играли-играли, пока там чай делали, а потом Дэня такой сразу, опа. Он здесь смотрит, как бабуль красит. Не надо, не надо. Тебя не надо красить? Не надо. Ладно. Так, смотрим, что у нас там под волосами. Волосы нету, да? Ой, как светленько у нас. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, как осветлились волосы. А здесь у нас пооранжевились вообще. Сейчас второй раз просто сверху нанесу, еще чуть-чуть подержим и будем смывать шампунем глубокой очистки, потом обычным шампунем сверху. И потом будем делать нашу очисточку с порошочком. Все, намешала и прям сверху делаю. Сверху сейчас нанесу еще раз. Ой, мне пока очень нравится, очень нравится. Очень нравится. Может, мы даже и вообще не будем. Если сейчас хорошо смоется, мы, может, даже и порошком не будем делать. Мы просто затонируем из этих корней. И получится вообще максимально быстро, как вы просили. Просто мы сделаем. Хотя, по-моему, можно уже не делать под шапочку. Ну, мы сделаем, так как мы больше третий раз делать не будем. Вот так чуть-чуть раз. И все. Слушайте, мы реально сейчас со свекровью смотрим, а у нее осветление, фон так поднимается хорошо, что не нужно осветлять. Ну, то есть, она не хочет очень быть светлой, сильно светлой, да? И, в принципе, нам будет достаточно затемнить корни прямо после смывки. И я уточняю. Сейчас Екатерина из Находки, вот, пишу, спрашиваю у нее. Привет, Катюш, слушай. Я тебя хочу сразу спросить. Просто сейчас свекровь крашу. Смотри, помнишь, ты давала мне рецепт, где мы делаем там смывочку на 20 минут под шапочку, потом там раз, два, три, сколько нужно сделать. Потом я мою глубоким шампунем, обычным шампунем. Ну, короче, я пересказываю ей все, что она тогда советовала мне сделать. Я сейчас у нее спрашиваю. Мы просто игнорируем этот, получается, шаг с осветлением один к четырем, да? И просто начинаем корни. Сначала корни затемняем, да? А потом тонируем длину сразу в раз. Все это вместе ждем, просто сейчас, чтобы она мне напомнила, как это сделать. Так что, Катюша, на связи. Семеночка, привет. Смотри, если вас устраивает цвет смывки и вы полностью вычистили старый пигмент, то тебе надо нанести третий состав на волосы. Я тебе сейчас скину, как это все делать. Потому что, и смотри, когда вы нанесете третий состав, волосы немного потемнеют. То есть к этому надо быть готовы. Но я бы, я бы, как сделала лично я, я бы просто чуть-чуть почистила волосы порошком, остановила реакцию. Потому что вы сейчас третий состав можете нанести и они опять могут потемнеть. То есть вы просто не дочистили старую краску. Почему я еще всегда после кислой смывки чищу порошком, то есть тут наверняка. То есть мне не надо третью вот эту бутылочку наносить, и неизвестно, что там получится, поэтому я всегда чищу порошком. Просто вы можете нанести, на минут 10 подержать порошок и смыть, чуть-чуть просто подчистить, она и поровнее станет, и то есть реакция установит. Все, я поняла тебя, Катюш. Хорошо, на 10 минут 1 к 4 мы сделаем, чтобы остановить реакцию, чтобы третий состав не наносить, и темнеть мы не хотим. Все, спасибо тебе. Вот так вот есть у меня человечек на связи. Ну что, мои хорошие, вот у нас второй раз прошел, в принципе фон осветлился, но мы будем еще делать чисточкой. В общем, сейчас мы идем моем голову, шампунем глубокой очистки, потом сверху обычным шампунем, а глубокую очистку мы будем держать 5 минуточек, потом мы смоем все это обычным шампунем, потом бальзамчиком, и потом сделаем 1 к 4 порошочком на 3%. Ну что, смотрите, что у нас получилось, мы светленькие вообще, классненькие прям, да? Но мы сейчас посушим волосы, потому что я спросила у Екатерины, она говорит, лучше на сухие делайте. Так, сейчас мы посушим чуть-чуть волосики. Мы помыли, кстати, 5 минут выдержали на шампунь глубокой очистки, любой шампунь глубокой очистки можно делать, 5 минут подержали и сверху обычным шампунем помыли. Бальзам не использовали, потому что, в принципе, волосы, я смотрю, такие, ну вот, их можно даже не расчесывать, они прекрасно такие вот прям, ну вот видите, что у вас не путаются волосы. Это если путаются, можно и бальзам нанести. Так что давайте чуть-чуть подсушим. Посушились, смотрите. Светленько. Ну, тон, в принципе, тон осветления, именно уровень осветления, вам такой вот, ну, не сильно белый, вот такой нравится, да? Ну, только чтоб не было. Ну, только чтоб не желтый. Да, не желтый. Вот и вообще не поднимаю. Мне нравится, красота. Может, так оставим? Не-не-не-не-не-не-не-не. Я жучу, я жуткую. Так, все, мы подсушили волосы, сейчас я намешиваю порошочек, 1 к 4, и беру 3% оксида. В оксид у нас вот такой будет капус. Порошочек нам отсыпали тут немножко, да, какой-то порошок. Я сюда, если что, вставлю, какая фирма, вот нам чуть-чуть отсыпали. Сейчас я сделаю 1 к 4, и мы... Это желтизну, чтобы убрать, да? Нет, это чтобы, во-первых, остановить реакцию, вот то, что мы сделали, да, чтобы они не потемнели. И плюс еще выровняться немного цвет. Мы тоже не будем делать это на корни, потому что у нас корни седые, да, нам не нужно, да. Мы это все сделаем просто по длине. Будет довольно жидкая консистенция, я быстро нанесу, и буквально там 10 минут подождем. Ну, вообще, можно наблюдать, смотреть. В общем, я буду смотреть. Вот, я насыпала порошочка, половинку вот этого, да, и получается, я сейчас сюда сыплю порошочек. Я не отмеряю, как вы видите, я делаю все на глаз. Вот у нас 3% оксида. Получается, что половинка, значит, мне нужно... Вот это будет у нас 1 к 2. Ой, что-то я много, наверное, делаю. Вот это у нас 1 к 2. На дверь. Ой, что-то я много краски развела. Можно было делать 1 третью. Ну, ладно, мы не экономим. Порошка тут у меня, конечно, на роту. Крис, может быть, мы и тебя подкрасим сразу заодно. Порошка много, чтобы не выкидывать. Осветлик тебя? Она тебя не слышит. Она меня не слышит. Крися, работает. Ты знаешь, она сейчас разболтается, мне кажется, и как. А, ну, порошка же должно быть все равно много, как следует, нормально. Вот такая консистенция получилась у нас, довольно-таки жиденькая. В общем, начинаем наносить. Густая все равно получилась. Я думала, будет такая прям жиденькая. Что она темнеть начинает. Вот я крашу, и она темнеть начинает. Ну что, мои хорошие, давайте я вам поближе покажу. Мы сейчас начали красить, и у нас прям сразу потемнел цвет, как будто затонированная. И, на самом деле, нормально порошка развели, я сделала раз, прошлась, потом сверху еще два более тонкие пряди. В общем, все в порошке, и нормально, ну, плавает, как положено. Но сейчас я списалась, созвонилась с Екатериной. Она говорит, ну, вообще, как бы, вообще выдержка 50 минут, да, идет этого состава. Просто, если устраивает все, а у нас, видите, как потемнело все, поэтому мы будем, короче, 50 минут держать. Если бы все устраивало нас, то 10 минут достаточно было. В общем, мы решили осветляться, да, потому что он прям реально затонировался. Интересная реакция, первый раз такое вижу. А, в общем-то, ждем еще 40 минут. Здесь 50 минут мы сделали, теперь идем смывать. Смотрите, у нас чуть-чуть потемнели волосы, прям как будто притонировались, уже не такие желтые, не такие яркие. Но сейчас мы посушим, и уже потом будем делать корни на 6%, на 8-0, и по длине тонировочка на 10-0. Мы посушили волосы, вот что у нас сейчас получилось. Как будто просто притонировались реально, то есть вот тот желтый, который был, мы краской, обесцвечиванием притонировались вообще. Это как-то, это вот такого я еще не видела, ну, то есть я так и не красила. В принципе, цвет светленький такой, нормальный, благородненький. Можно было бы и так даже оставить. Нет. Мне надо вот эту глубину здесь делать. Да, это мы по-любому затемним корни, да. Значит, у нас, смотрите, дальше у нас идет две красочки. Одна у нас из ТЛ-8-0. Мы будем красить, так как у нас седина, на 6%. Мне Екатерина сказала, нужно, чтобы закрасить седину, нужно на 6% делать. И по длине, вот я думаю, сейчас на 1,5% сделать, как тонировочку, 10-0 красочку вот такую, либо на 3% это будет как окрашивание. Но вот сейчас я спрашиваю у Кати, например, я ей как раз написала, сейчас она ответит, как лучше. Я намешала 6% из ТЛ-8-0, один к одному. И мы начинаем окрашивать корни. Не будем сильно их там, ну, много брать, потому что нам нужно немного, да, правильно? Нам глубину надо создать. Нам чисто глубину, да, создать. Объем такой. А цвет основной пусть будет у нас светленький. Вот. В принципе, уровень осветления нас устраивает, да, по светлоте. Мы польем теперь сверху, сделаем такую, чтобы... Короче, мои хорошие, вот эта краска, эта краска осветлитель, но она как бы осветлитель с оттенком. Я просто сейчас ее намешала здесь и понимаю, что это, ну, как бы консистенция вообще не для тонировки. В общем, просто когда брали краску, брала не я, вот, когда брали краску, когда свекровь брала краску, так скажем, да, они не рассчитывали на то, что это буду красить я, и не рассчитывали на то, что будет и смывка, и осветление, а как бы сразу думали красить вот этой краской. Я сейчас развела и понимаю, что нам, ну, не стоит ее наносить по длине. И я нашла Лонда 10-10-8 свою. И сейчас мы ее затонируем хорошим цветом 10-8. Корни подкрасили мы, они у нас уже затемняются, не сильно, кстати, затемняются. Восьмой уровень довольно светленький. И, в общем, я намешала Лонда 10-8, я посмотрела в интернете, хороший цвет, он не холодный, он просто, ну, как бы такой, хорошенький. Вот я его намешала сейчас 30 на 30, на 3 процента. И сейчас я буду делать вот так, смотрите. Смотрите, берем мы прядку, покажу. Берем мы прядку. Вот так вот делаем. Вот так вот разделяем. Красим длину. Вот так вот. Длину. Вот продолжаю, как бы, да? Крашу длину. Так. Растягиваю все это дело. И вот здесь у корней я, как бы, немножечко вот так вот делаю, чтобы чуть-чуть размазать границу. Вот так вот у нас получится. Должно быть плавный переход. Вот. Так, посмотрим, что там у нас будет в итоге. Очень надеюсь, что все будет замечательно. Даже если в первый раз не получится, во второй точно. Мы же будем знать, как все это делается. В общем, покрасила я. Верните, пожалуйста, голову вот так вот, да? У нас, как бы, цвет красивый. Я смотрю, тонировочки такой получаются. Вот. Где у нас тут краски разные используют. Что-то уже на корни подкрасила. Но единственное, что я вижу, странность какую. Это то, что... Девочки. Это то, что... Восьмой уровень краски. Я вам сейчас просто покажу поближе. У нас восьмой уровень краски. Но посмотрите, корни не темнеют. Корни, такое ощущение, что они такие же, как и длина. То есть, а мы хотели эффект затемнения корней. Хотя у нас восьмой уровень 8-0 на 6%. А по длине мы 1 к 1 на 3% делаем. Как бы 10-8, я сказала, Лонда. Но я не понимаю, почему корни такие светлые. Почему они не темнеют. Ну, структура волос еще зависит от того, что первое окрашивание может быть больше. Я просто почему еще думала, что они будут темные. Потому что когда-то я хотела себе покрасить на 8-м уровне. Я взяла краску даже уже. А мне все начали писать, ты что, 8-й уровень. Это уже не блонд. Это будет очень темное. Я и подумала. А 7, ну 7 это вообще уже как черные почти говорят. Короче, посмотрим, что это будет. У нас все наоборот. Я думаю, что у нас будет просто красивый такой бежевый блондин. Просто. Без эффекта затемнения. Но если что, мы в следующий раз затемним. Мне очень интересно, чего получится. Сделаем объемчик. Не то, что затемним, а объемчик. Сделаем, чтобы себе теменьше было. Ну, посмотрим, короче, что получится. Бабушка уже устала. Следний этап, мыть ее головой. Да, пойдем мы сейчас. И представим бренами уже красавишными. Да я надеюсь, да? Да. Сделаем. А что? Ты что не знаешь? В общем, я поговорила с Екатериной из города Находки. Дэн, не трогай, пожалуйста. И я объясняла ситуацию, говорю, что это такое. Почему у нас не поднимается, не темнеет корень. Она говорит, что возможно у вас недостаточно была осветленная база. Вот, поэтому оно примерно, наверное, одинакового уровня. И то, что вот у нас потемнело все, это потому, что, скорее всего, недочистили. Она говорит, я же не вижу, не смотрю, что вы там делали. Да, я так ей фотки присылаю. На фотках вообще темный цвет получается. Поэтому, в общем, мы идем мыть и вместе посмотрим. И ей тоже интересно, говорит, пришлешь мне. Самое интересное, что у вас там получилось. Так что мы идем мыть голову. В общем, смотрите, какой красивый цвет получился. Единственное, что у нас не затемнились корни. И у меня пропали файлы с компьютера. Это я сейчас снимаю на телефон. В целом, мне очень нравится. Оттенок очень красивый. Блонд Надежды Ивановны очень идет. Но с краской, которая затемняет корни, мы будем еще экспериментировать. Потому что Эстель никак не взялся на корни. Ну, а в целом, как вам? Напишите в комментариях. Я довольна. Потому что пока на протяжении всего времени я думала, будет, честно говоря, хуже. И переживала, чтобы у нас не было опять светлого сильно корня. А по длине потемнее. Вот этого мы точно не хотели. И я уже готова была сейчас, думаю, может быть, на восьмом уровне лонду взять. У меня есть, там лежит. Просто она с оттенком. И я боялась мешать оттенки. Думаю, вдруг будут холодные корни. Даже если восьмой уровень холодные корни. А по длине будет теплый оттенок. И я переживала. Но мне кажется, лонда, возможно, лучше справится. Либо я другую красочку возьму. Либо, пожалуйста, напишите в комментариях, что бы вы посоветовали. Вот в следующий раз, когда уже отрастут седые волосы. Чем бы вы посоветовали затемнить, ну, получается, на восьмом уровне. Только чтобы оно взялось именно в восьмой уровень. То есть по... Ну, потому что седьмой будет темный, да, насколько я понимаю. Седьмой, он же ближе к черному, да, Крис? Ну, это русый. Вот у тебя сейчас какой уровень? У меня семерка. Семерка, это темный. Я вообще думала, что и восьмерка будет темный. Вот, поэтому... Ну, в целом, на самом деле, я довольна. Я думаю, что сейчас Надежда Ивановна будет ходить, смотреться в зеркало. И ей понравится даже сам этот блонд. Реально классненький. Может быть, она еще в следующий раз и скажет, давай-ка мне просто покрась корни, чтобы было одного цвета. Все, затемнять не надо. Возможно, и такое случится. В общем, я жду ваши комментарии, жду ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, потому что все это... Вся эта эпопия продолжается. Спасибо большое, Катя, за советы. Сейчас я ей, кстати, пришлю. Я уверена, что ей тоже понравится итог. Всем пока-пока. Люблю вас. Слышишь? Слышишь, да? Слышишь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok